Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодняшнее видео будет нашим совместным проектом с другими тревел-каналами, который будет называться TravelTag. И в нем мы будем отвечать на 10 вопросов о путешествиях. И после того, как посмотрите это видео, обязательно загляните в описание, там будут ссылки на видео моих друзей, посмотрите, подпишитесь на их каналы, я думаю, вы не пожалеете. Итак, первый вопрос. Куда и когда было первое путешествие? Мое первое осознанное путешествие было в Грузию, насколько я помню, это было в 2007 году, и сказать честно, я тогда был просто ошеломлен. Красотой природы и гостеприимством моих грузинских друзей. И, наверное, тогда я понял, насколько это круто, приезжать в новые места, знакомиться с новыми людьми и вообще окунаться в другую культуру. И тогда вот проснулась, наверное, моя любовь к путешествиям. Второй вопрос. Какое самое любимое место, в котором ты побывал и почему? Довольно сложный вопрос, но если ответить так на вскидку, то самым любимым городом, в котором я побывал, остается Одесса в Украине. Причин несколько. Во-первых, я приехал туда летом, а летом там безумно красиво и весело. А во-вторых, опять же, друзья, потому что своим гостеприимством они сделали эту поездку незабываемой. Поэтому я всем советую летом, если у вас будет возможность, обязательно съездить в Одессу, вы не пожалеете. Третий вопрос. Если бы ты мог попасть в любое место хоть завтра с неограниченным бюджетом, куда бы ты отправился в первую очередь? Однозначно это будет Антарктида. Конечно, может прозвучать странно, Антарктида, кто-то вообще хочет поехать. Но уже довольно продолжительное время туда ходят круизы, которые стоят неимоверных денег. Но так как бюджет у нас не ограничен, то я бы с удовольствием туда съездил. Конечно, этот круиз, наверное, не самый безопасный на Земле, потому что нужно проплыть пролив Дрейка. А это место, где дуют, наверное, самые сильные ветра на Земле, и там, соответственно, самые большие штормы на Земле. Но я думаю, это стоит того, потому что там можно увидеть пингвинов, косаток и вообще других животных в их естественной среде обитания. Мне кажется, там безумно красиво. Четвертый вопрос. Какой способ передвижения, самый любимый и почему? Конечно, у каждого вида транспорта есть свои плюсы, но на данный момент моим любимым средством передвижения остается самолет. Несмотря на большую цену, самолет это единственный вид транспорта, на котором за такой короткий срок можно оказаться просто в любой точке Земли. И этим все сказано. Пятый вопрос. В какой стране вам больше всего понравилась кухня и почему? Конечно, хотелось бы не повторяться и назвать какую-то другую страну, но так как отвечать надо честно, то скажу, что самой любимой кухней у меня была грузинская кухня. И хоть она не такая экзотичная, на первый взгляд, или не так сложна в приготовлении, но просто вот назови мне любое блюдо из грузинской кухни, и у меня сразу проснется аппетит и потекут свиньки. Самое любимое блюдо у меня, наверное, это хинкали, всякие разные виды хачапури и, конечно же, шашлык. Шестой вопрос. Есть ли место, куда бы ты ни за что не вернулся и почему? Наверное, все места, в которых я побывал, мне в какой-то мере понравились, так как это новый опыт. И на данный момент я скажу, что место, в которое я бы не поехал, это те места, в которых я уже побывал. Потому что очень хочется открыть для себя много новых мест, испытать новые эмоции и ощущения. Седьмой вопрос. Любимая вещь, приобретенная в путешествии? Наверное, самая любимая вещь, которая есть при мне сейчас, это вот такая кепка из Одессы. Я не помню, кто мне ее подарил или я ее сам купил, но она очень клевая. Какая-то маленькая. Восьмой вопрос. Самый запоминающийся момент в путешествии? Я долго думал над этим вопросом и, наверное, могу сказать, что самым запоминающимся моментом было, когда я в первый раз увидел Альпу. Это было в Италии, и мы тогда поехали с друзьями кататься на сноубордах. Это были так называемые Доломитовые Альпы. И вот кто-то никогда не видел моря и всегда мечтал увидеть море, и это у него мечта. А у меня была такая мечта увидеть горы. И вот когда я их первый раз увидел, это были невероятные ощущения. И я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Девятый вопрос. Полезное приложение или сайт для путешествий, или любой полезный лайфхак для путешественника? Ну, я не знаю, мы, наверное, со всеми повторимся ребятами в этом вопросе. Конечно, самый лучший сайт для путешествий – это каучсерфинг. Ну, потому что с помощью него вы можете узнать много новых людей и путешествовать довольно бюджетно. Но я бы еще посоветовал такие сайты, как приложение Foursquare, потому что в нем очень часто в последнее время я начал его использовать даже в Корее. И когда я куда-то приезжаю, я захожу туда и смотрю по рейтингу какие-нибудь интересные места. И всегда, когда находишь какое-то хорошее место, никогда не пожалеешь, туда придешь. И вот я никак бы не узнал о них по-другому. Поэтому тоже это приложение, если вы какое-то новое место едете, обязательно его используйте. Дай совет тем, кто еще не путешествовал, но очень хочет начать. Наверное, самый простой совет, который я могу вам дать – это просто начните путешествовать. Потому что необязательно сразу ехать в какую-то другую страну далекую, так как это займет очень долгое приготовление и требует очень много денег. Можно начать с соседнего города, просто съедете в другой город, посмотрите на достопримечательности, на архитектуру, как люди живут там, какие у них интересы. Даже по своему опыту могу сказать, что вот приезжая в Петербург, первый раз, когда я туда приехал, меня очень много удивляло, потому что там такая невероятная архитектура, мосты разводят, и у людей немного другие интересы. И мне кажется, такие небольшие путешествия в той же мере могут расширить ваш кругозор и подготовить вас таким образом к каким-то более большим путешествиям, в которые вы обязательно отправитесь. Ну вот и все, это было 10 вопросов TravelTag, я ответил на все из них, и напоминаю вам, что обязательно зайдите в описании к этому видео, там будут ссылки на ролики других ребят, обязательно послушайте их ответы, я думаю, вы узнаете очень много интересного. Подписывайтесь на их канал, и если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно на него подпишитесь, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Костя, и увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok